Хлопковая ладонь, которая применяется активно в разных стилях, но является одной из, скажем так, знаменитых фирменных особенностей журавля, то есть расслабленная рука. Она, на самом деле, не расслабленная. Рука движется подобно резинке или такому вот упругому. Это мне позволяет моментально, без затрат силы, вернуть руку на прежнюю позицию. Я ударил сюда, держу вот здесь вот пальцы. Теперь мне отсюда будет проще ударить в эту сторону. Если я ударю так, а потом так, амплитуда будет больше и дыра между ними тоже больше, то есть, соответственно, он сможет меня поразить. То есть, есть такая особенность. Если я выполняю движения раз и два, то инерции вот здесь вот на углах будут очень большими. Если выполняю раз, два, концовки четкие, инерции маленькие, контроль хороший. То есть вот через вращение, через расслабленную руку. Здесь та же самая история. Вот я выхлестнул. Пальцы при этом попадают, но глаз закрывают. Раз, два. Я умер отсюда. Раз, два. Я зацепил сюда. Раз, два. Я прихватил руку отсюда. Раз, два. Я руку потащил отсюда. То есть, вот такая получается вещь. Вот я вытащил. Вот я схватил его за руку. Вот я ударил. Раз, два. Раз, два. Думать о том, что будет одиночный удар в руку. Вот человек бьет второй рукой. Мы должны использовать эту же руку противника для того, чтобы мешать ему бить. То есть он, в данном случае, ему бить неудобно. Поэтому нет никакой выгоды толкать руку в эту сторону, поставляясь под эту сторону. Для того, чтобы идти, то есть, чтобы открыть человека изнутри с этой стороны, я должен двигаться в эту сторону сразу и держать заранее заготовленную вторую руку вот в форме щита. Вот эта штука возле головы. То есть, так же точно совершенно, как это делает боксер. Вот мы сделали, у меня рука вот здесь. Вот положение характерное. Вышел. 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 Основная задача новичка – закрыть противника внутрь. То есть, выйти на внешнюю сторону и положить две руки на одну руку. В этом случае, опять же, я одной рукой держу, второй билет. Одной рукой держу, второй билет. Вот это. Выгоды получаются именно вот таким способом. Вот мы взяли, вот мы дали. 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 Вот взяли, вот мы дали. Вот взяли, вот мы дали. То есть, вот такого вот на работе. Вот мы вышли, это основная базовая задача Теперь противник выполняет удар Мы перекрываем его руку своей рукой Самое простое, что можно сделать Вот у меня рука вот здесь стоит, именно поэтому она вот с такой формы Не вот так вот Если он сейчас убьет, мне неудобно, палец этот мешает Мне неудобно ее защищать Поэтому я заранее кладу руку так, чтобы мне было удобно это делать В этом случае у меня вот это движение, вот Четко попадает туда, куда надо Обычно, кстати, боксер сюда Я попадаю прямо в глаз Вот стандартная ситуация Насчет захвата Все говорят, что поймать руку противника нельзя Это справедливо Если вот, например, мы стоим, и он пытается ударить мне эту руку, а я пытаюсь Да, это действительно очень трудно Одну руку поймать нельзя, потому что сразу же начинается удар вторая рука Но фишка-то в том, что я не буду ловить первую руку Я буду ловить именно вторую Вот он здесь Эту руку ловить можно, легко ловить Причем смотрите сюда Сразу все оказывается в нужном мне положении То есть вот как раз вот мы здесь приходим в ту самую зону, в тот самый удар, которым мы увидим Раз, два Вот как раз висок пробивается, как вы видите дистанция удара очень короткая, теперь, вот я вышел, опять же, опять же, противник может атаковать разные способы, например, он дважды ударит одной и той же рукой, раз, два, раз, то есть вот эти вращающиеся, постоянно находящиеся здесь руки наполняют вот такую функцию, если мы при этом начнем гоняться за руками, то мы неминуемо будем открываться по второй рукой, поэтому роль рук выполняется вот именно вот такая, как будто мы совершаем некую воронку руками перед собой, то есть мы не пытаемся махать ими вот в стороны, мы не пытаемся, ну, наше движение заключается не в том, что руки постоянно совершают воронкообразные движения, либо разводящиеся вот такие, либо постоянно вот с такого вот вращения. Продолжение следует...